Так, хочу показать, что в целом можно сделать на Мамлюке, то есть именно куда перекатиться и как в целом сформить Израиль. Эту штуку придумал не совсем я, но об этом мне рассказал человек с ником Орех, точнее Апекс, но он так рассказал, сказал, там можно стать фетишистом, дают дивкост. Но я что-то не понял, сказал, да не, это какая-то фигня, а потом, когда прогонял Маджи Пахид, ну просто играл на стороне, там типа через присоединение колониалки, можно поменять религию, можно поменять культуру, можно поменять тег, соответственно, обнаружил, как это по-настоящему все работает. Давайте разбираться, разбираться. Первое, что нам нужно сделать, это, соответственно, покреститься фетишистов. Как мы это делаем? У нас есть, в принципе, там чуть-чуть фетишистов под Эфиопией, мы просто ставим миссионера и взрываем ребелов. Тут, в принципе, ничего такого нету, просто нужно покреститься фетишистов. Самих ребелов принять мы не сможем, но как только они осадят нам столицу и, соответственно, будут иметь больше 50% развития фетишистов, мы сразу станем фетишистами. Тут все, в принципе, просто. У меня натикало достаточно прогресс, соответственно, восстание, и я нажимаю Провок Револт. Также я завасалил еще одного фетишистского чубрика, с него я забираю провинцию и также ставлю там на перекрест для того, чтобы у меня взорвалась еще одна пачка ребелов. И пока одна из пачек осаждает мою столицу, вторая, соответственно, крестила остальную мою страну. Все крепости, естественно, в своей стране я снес для того, чтобы ребелы могли достаточно свободно бегать и, осаждая провинцию рядом с крепостью, они бы все равно ее крестили. Еще очень важный момент. Нам обязательно нужно выделить вассала Семена, точнее Семен, который имеет иудейские провинции для того, чтобы фетишистские ребелы не покрестили эти провинции, потому что если они их покресят, мы, соответственно, не сможем стать евреем, что очень грустно. Также обязательно в столице стоит поставить эдикт на защиту от осады и, возможно, советника на, соответственно, Ford Defense для того, чтобы пока одна пачка ребела в сиджет вам столицу, вторая докрестила как можно больше провинций. Потому что мы по итогу с вами хотим стать шеидом. То есть чем больше фетишистских провинций, тем больше рекрутов мы с вами будем по итогу иметь, что как бы найс. Ну вот, я стал фетишистом. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно с вами получить культ Будды, а именно тот, который дает стоимость развития минус 10. Как его получить? Ну или союз с буддийской страной, но там достаточно большой МТТХ, соответственно, не обязательно вы получите его прямо здесь и сразу. Второй же вариант мне больше нравится, это просто произвести фиктивку, ну или напасть на Ишку с буддистской религией и вайпнуть об них единичку. Допустим, это можно сделать, если очень много клаймов сделать на КТ. Ну, то есть за счет цели эпохи вы там проклаймите, прочервитесь, там буквально 5 клаймов нужно сделать, и можно напасть на Ишку по фиктивке. И как только ваша единичка закончит битву с Ишкой, соответственно, сразу появится культ Будды. Так, теперь что нам нужно сделать? У меня есть три вассала, а именно Дулкадир, Семен, ну и, соответственно, третий вассал это желательно или Кнайты, или Кипр для того, чтобы получить католичество, которое мы, соответственно, покрестим одну из наших провинций для того, чтобы у нас была католическая провинция для нажатия католичества, как неудивительно. Соответственно, забираем со всех вассалов провки, это Семена Дембию, с Дулкадира провинцию Шизм, чтобы мы смогли Шизм начать нажать. Также я себе вписал Мальту, потому что там есть католичество, то есть я, в принципе, не очень сильно запаривался с этим вопросом. Так, следите за руками. Во-первых, нам нужна одна стаба для того, чтобы нажать решение на конверт религии. Нажимаем христианскую кнопку, нажимаем еврейскую кнопку и нажимаем сунницкую кнопку. Ивенты мы с вами сейчас не нажимаем, просто отодвиньте их вправо. Теперь заходим в сословие, заходим в наших клержей и нажимаем кнопку, которая вызывает выбор культа, соответственно, для нашего правителя. Тут также ивент мы с вами не нажимаем, просто отодвигаем его вправо. Итого у нас с вами 4 ивента. Это конверт в христианство, конверт в сунниц, конверт в еврейство и вот этот ивент на 10 девкоста. Теперь прожимаем ивенты в таком порядке. Сначала нажимаем христианство, переходим в решение, нажимаем Иерусалим. Обязательно меняем наши идеи, поскольку есть такой шанс, что вы не измените идеи, а потом нажмите два раза да и у вас станут не израильские идеи, а станут арабские идеи, которые фулкал. Теперь нажимаем еврейство, даже несмотря на то, что у нас минус 4 стабы, мы все равно можем нажать это решение и прожимаем с вами Израиль. Соответственно смотрим, идеи зафиксировали те, что нам нужно. Дальше прожимаем шиизм, так как шиизм теперь где-то около топ-1 религии, поскольку там есть девкост, есть 15 морали и есть плюс и минус 10 шок дэмэджа, что в сумме делает шиизм за счет экономии очков, как у любого сунита. Это очень-очень-очень хорошая религия в этом патче. И последнее финальное решение мы с вами нажимаем на девкост. Еще огромным плюсом к этому всему будет то, что мы с вами сможем нажать мамлюкский султанат. Теперь наводимся на пробу и видим дополнительных 20 стоимости развития. Но тут есть, конечно, тонкость в том, что 10 развития, которые вы получаете от культа, поскольку фетишизмы культа работают до смерти правителя, соответственно после смерти этого правителя вы эти 10 девкоста потеряете. Но перманентные 10 девкоста у вас будут на стороне висеть. Также это работает с привилегией, которая дает ослабленный культ для вашего наследника. Ну и, соответственно, вы можете получить 15 дополнительного девкоста до смены правителя, после смены религии. Что? Ну не то, чтобы прямый баланс, потому что у вас нет процветания. Но дополнительные 10 девкоста для такой страны, как мамлюк, плюс возможность сформить Израиль, мне кажется, это просто супер имбаланс. Также мы получим еще к этому всему квесты Иерусалима, то есть мы сможем нажать 10 перманентной морской морали, что тоже как бы найс. Заходите на мой дискорд-сервер, чтобы потроллить Ореха с тем, что он хотел всех удивить в лиге своим невероятным мамлом, но я, как говорится, не растерялся и раскрыл все его планы. Вот это мех! Спасибо! Только что набили. Давайте я вам помогу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok